всем привет добро пожаловать на канал сегодня у нас рубрика мини распаковочки и нам пришло несколько посылок все они стоят вот здесь начнем прям с самого верха приобрел вот такую вот аппаратуру аппаратура radio link rc 4g очень удобная аппаратура можно подрулить одной рукой вот четыре канала 3 канал выполнен крутилочкой очень удобно лебедки а 4 канал включить выключить дальше аппаратура с функцией 4vs что это такое это краулерский как бы режим с возможностью включения 2 сервы на поворот то бишь 2 поворотного моста вот приобрел эту аппаратуру как раз таки для краулера потому что сейчас меня стоит отдельной кнопкой включения ну там несколько режимов поворота разные углы прямо влево и вправо вот взял чтобы можно было включать выключать этот поворотный мост подруливание и чтобы он не только по крайним точкам работал а именно вместе с передним рулем работал но можно было и отключить чтобы просто ровно ехали далее приобрел аппаратуру с тремя приемниками два приемника идут у нас r4e hh и 3 r4e hg в чем у них разница эти два приемника у меня пойдут на трофеечку а это на дрифт уху потому что она этот приемничек поддерживает гироскоп если я все правильно понимаю хотя написано героин сайт на всех ладно разберемся вот самое главное один на дрифт уху на краулер и на трофейку вот три приемничка все они уже проверены все они подключены к аппаратуре включил выключил все работает настройки никакие делать не надо только если уже на каждую модель отдельно внутри что-то настраивать соответственно приобрел одну аппаратуру и получается что не нужно три прям сразу три аппаратуры я отметаю потому что краулер и дрифт уху одновременно я их не буду катать никогда вот соответственно и краулер и трофейку тоже так что разные пульты уже говорится нет смысла иметь так что вот такое вот я думаю очень практичное вложение тем более аппаратура вроде хорошо себя зарекомендовала аппаратура не новая приобрел ею на авито очень мне понравилось вечером списался с продавцом утром он уже ее отправил очень доволен и самое главное эта аппаратура может работать как от 4 батареек так и от 6 а еще можно вытащить модуль и поставить вообще сюда аккумулятор 3s аккумулятор в принципе понравилось еще покатаю я конечно ее но очень доволен в принципе совету и в руке лежит хорошо и можно и подрулить если вдруг что-то делаешь и так классно колесико не проскальзывает мягенькая такое для зарядки есть гнездо если поставить то аккумулятор вот и наверное они написано дата думал для прошивки нет для прошивки нету ничего но я и не знаю как прошивать если что примирование всех трех каналов здесь и плюс еще настройки в меню ну что давайте далее следующий у нас посылочка это регулятор оборотов от рэма хобби заказываю второй раз первый раз вернули деньги так как прислали не тот точнее не не тот а версия уже 20 и в этот раз все тоже самое опять тот же самый регулятор почему не тот я вам объясню заказывал регулятор потому что этот регулятор поддерживает и пятиконтактную серву из трехконтактную здесь на второй версии этой поддержки трех контактов нету они просто там их даже не припаиваем не припаивны эти контакты и соответственно она мне не подойдет вот точнее он подойдет на 5 контактную но 3 контактной серы уже использовать нельзя соответственно снова мы откроем сейчас спор не знаю какое решение будут но в принципе он мне не нужен такой потому что тоже 2 ну ладно в стороночку и венец сегодняшний это вот такой аппарат traxxas trx 4 давайте же вскроем его приобреталась модель спонтанно не думал я что мы мы так быстро дойдем до traxxas а вот в планах было его приобрести но не так скоро подвернулся очень хороший вариант и мы его приобрели сейчас сейчас полностью достанем и посмотрим что тут и как вот такой аппарат в принципе я такой еще не видел у нас ни у кого не ездил модель нелегкая я вам скажу нелегкая прям давайте сейчас разу на вскидочку его быстренько взвесим без аккумулятора модель весит 3 103 70 если быть точнее ну с аккумулятором будет чуть побольше так модель не новая модель поездженная в принципе по кузову я особо не видно но видно немножко по бамперам бампера такие пообтесанные далее модель уже идет не сток как вы уже видите колеса от ваты рым ну в принципе я и не расстроен так как оригинальные все говорят что едут не очень хорошо поэтому может быть это к лучшему так давайте вскроем посмотрим что внутри классные кстати клипсы прям крупные а то на некоторых моделях прям очень неудобно корпус снимать так света здесь нет но я так понимаю что поставить наверное можно хотят какие-то крепежики посмотрим мне кажется задел есть да вот сзади точно диодики втыкаются ну и спереди наверное вот под заглушками тоже диодики можно воткнуть так давай корочку вот сюда так пройдемся по аппаратуре четыре пальчиковой батарейки кнопка по моему это на коробку передач повышенная пониженная вот и здесь тумблер по блокировке мостов передний задний вот так дифференциалы все свободные вот не знаю включаем как-то потом разберемся один раз блокируется зад второй раз блокируется перед сделать что блокировался перед потом зад или как-то по-другому по моему тут нельзя ну ладно это мы еще говорится далее посмотрим и разберемся двойные расходы колесико вот кстати вот эта аппаратура в руке даже лучше лежит чем страх которая миниатюрная вот мне кажется вот кнопку вот это не особо удобно по включению выключению повышенной пониженной ну ладно посмотрим так модель что в ней уже не стокового в ней не стоковый мотор родной гавкнул вот стоит 550 класса 35 витков в принципе заводской мотор по моему у них 27 витков идет или даже 21 я сто процентов не помню ну вот так заменен регулятор оборотов это получается у нас наверно хобби 1040 так вот сейчас разблокированный дифференциал и серва получается натягивает тросик и дифференциал да и дифференциал блокируется в принципе 6 чистенькая хорошенькая колеса 115 а в стоке по моему у тракса чуть побольше там 118 или 120 далее можно менять вот эту закрывашку аккумулятора в разные стороны потолще потоньше ставить аккумулятор очень удобно придумано далее очень классные жесткие в принципе держатели корки стоечки подкрылочки сразу мягенький такой мы говорим все равно там тяжеленькая модель мосты пластиковые тяги только железные остальное все пластиковые вот но все равно вес из-за редукторов из-за порталов весомый крутится все вроде легко ну конечно разберем посмотрим портал и все вскроем мосты проверим смазочку все резина в принципе мягенькая такая вставки есть ну и посмотрим конечно как он поедет ну что давайте еще раз на него взглянем сейчас я его закрою нравится хороший крупный такой мощный большой вот никакой десяткой тут не пахнет то что они пишут десятого масштаба конечно побольше масштаб побольше ходы вроде большие но в принципе многие на них катают тачка хорошая проходимость большая вот для сравнения вот десятка fj cruiser ну и бронка конечно прям намного больше смотрится масштаб конечно не восьмой но и не десятый побольше немножечко давайте посмотрим что еще у нас в комплекте какой-то мешочек я вижу здесь 3d 3d детальки а вот что а вот что они держат непонятно похоже что держатели корку чтобы она откидывающиеся была непонятно ладно разберемся посмотрим что тут а что за крепежики я таких не видел ну что заряжаем аккумулятор и вперед на тесты спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте колокольчик не пропускайте самое важное всем пока всем пока что все все Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...